Формирование и поддержание в порядке общественных пространств города – задача, безусловно, городских властей. Необходимый минимум включает в себя установку скамеек, урн, проведение освещения во дворах и парках, ремонт дворовых проездов, тротуаров. Но без поддержки и деятельного участия жителей ждать долгожданного улучшения можно бесконечно долго. И вариантов такого участия несколько. Это могут быть, а, субботники, например, решил двор озеленение это устроить, граждане могут часть затрат, связанных с этим, покрывать своим трудовым участием в виде копать эти лунки, затем поливать, закапывать и так далее, выравнивать, делать клумбы и так далее. Либо финансовое участие самих, собственно, граждан в процессе, если решают, что мы хотим детскую площадку, сколько долю определим, мы готовы, допустим, столько денег внести или и трудовым, и деньгами. Долю такого участия предлагается установить в размере не менее 5% от общих затрат на проведение работ. Сколько дворов примут участие в этой программе, пока неизвестно. В течение апреля в публичном доступе появятся проекты муниципальных программ. Следующим шагом будет проведение собраний собственников, на которых определят, какие дворы и территории станут первыми. Крайний срок подачи заявок 25 мая. Хорошее предложение. Оно немножко трудное в реализации. Поднять людей и зажечь их идеи. Мне кажется, это очень правильно. Комплексный подход, долгосрочный, к созданию красивой, комфортной, уютной среды обитания. И, безусловно, надо как-то поощрять тех жителей, кто сам активно проявляет заинтересованность. Федеральный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан до 2022 года. На эти цели выделено 216 миллионов рублей. Руслан Батуев, Вячеслав Сердюченко, информационный центр «Открытая Бурятия». Руслан Батуев, Вячеслав Сердюченко, информационный центр «Открытая Бурятия».